Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркет, составлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря два релиза из США. 14.00 по GMT будем ждать уровень доверия потребителей и число открытых вакансий в США. Еще один релиз по американскому рынку труда, который предваряет официальную статистику Non-Farm Perils, которая ожидается в эту пятницу и которая точно станет источником повышенной волатильности доллара. И я надеюсь, если в соответствии с прогнозами цифры выйдут довольно слабыми, мы увидим развитие еще более выраженной, нисходящей и медвежьей динамики по индексу американского доллара. Повлияют ли локально вот эти релизы на то, что будет происходить сегодня с американской валютой? Я думаю, только в том случае, если будут серьезные отклонения от прогнозных уровней. По открытым вакансиям, кстати, это весьма вероятно. Индекс доллара сейчас торгуется на уровне 103.77. Не удалось покупателям закрепиться выше уровня 104 пункта, хотя, я думаю, вы заметили и согласитесь с тем, что во всех СМИ в основном обсуждали новости о жесткой риторике главы американского регулятора Джерома Паула. Но поскольку развитие бычьего тренда все-таки по доллару не произошло, видимо, эта риторика на самом деле оказалась не такой жесткой, как хотелось бы покупателям. Мы на вчерашнем вебинаре детально говорили о всех тезисных заявлениях Паула. Кому интересно разобраться в этой риторике, я рекомендую посмотреть запись вчерашнего вебинара на нашем YouTube-канале. Но если вкратце, то риторика была позже, как мы слышали на последней пресс-конференции о том, что все зависит от макроэкономических данных, то, что ФРС остается адаптивным-проактивным регулятором, хотя в проактивности я немного осомневаюсь. То, что решения по процентной ставке будут приниматься, исходя из максимальной осторожности, потому что Паула сознает, видит и признает крайне негативные последствия, с которыми столкнулась уже американская экономика при текущем уровне процентной ставки на отметке 5,5%. О негативных последствиях я тоже уже много раз говорил. Это те, что прямо на поверхности от кризиса с потребительским спросом и заканчивая проблем с американским банковским сектором, которые никуда, друзья, не делись. Что касается пятничной торговой сессии, помимо выступления Паула на симпозиуме в Джексон-Холле, еще был один слабый отчет от Мичиганского университета, индекс снизился с 71,6 до 69,5. И если Паула сказал, что регулятор будет всецело ориентироваться на сильную или не очень макроэкономическую статистику, чтобы обсуждать возможность еще одного повышения процентной ставки, то пока что фон таков, что релизы очень даже слабы. Вспомните последнюю неделю индексы ПМА производственного сектора, сфера услуг, заказы на товары длительного пользования, например, релизы, которые даже невозможно было представить, что они окажутся на таких низких значениях и уровнях. Впереди, друзья, отмечу еще раз, non-farm peril с 1 сентября в эту пятницу и 13 сентября ждем еще отчет по инфляции. Это два макроэкономических столпа, на которых вообще будет устраиваться дальнейшая политика и позиция американского регулятора. По прогнозам в эту пятницу мы можем увидеть еще один, уже третий подряд релиз, крайне слабый отчет по non-farm peril с американскому рынку труда по количеству новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. Ожидается 170 тысяч новых рабочих мест. Может быть, кому-то из вас эта цифра ни о чем не говорит, но я хочу отметить, что если действительно будет 170 тысяч, это будет худшим показателем с конца 2021 года. Лично мне не нужно больше никаких доказательств того, чтобы ясно понять, что проблемы с рынком труда очевидны. Ну, видимо, американскому регулятору все-таки такие доказательства еще нужны. И от отчета по инфляции я тоже не жду сюрпризов. Считаю, что есть высокая вероятность того, что снижение продолжится. И если ранее американский регулятор не видел убедительных свидетельствует того, что инфляция снижается, ну, может быть, еще одного релиза будет достаточно, чтобы видеть руководство ФРС в том, что не стоит больше повышать ключевую процентную ставку. Короткие позиции остаются, как и раньше. Золото 1925 долларов за тройскую унцию. Вчера мы с вами нашли только один фактор, которым можно было бы оправдать апостер рынка драгоценных металлов. Это локальное снижение 10-летних трейдеров. Сегодня факторов уже больше. Можно добавить также слабость американского доллара и рыночный сантимент, потому что прямо сейчас в продажи залезли 65% трейдеров. Соответственно, меньшинство на стороне покупателей есть высокая вероятность продолжения текущего тренда. Я продолжаю добирать золото, друзья, в расчете на то, что этот тренд продолжится. И очень скоро мы увидим значение 1950 и выше. Кстати говоря, 10-летний трейджерис уже торгуется на отметке 4,19%, оказывая солидную поддержку золота, потому что инвесторы начинают уже метаться, депрессифицировать свои портфели, перекладывая часть больших денег уже и в рынок драгоценных металлов, который, судя по всему, при развитии бычьей динамики может принести куда большую доходность в долгосрочной перспективе. Нефть 83-81. Среди позитивных факторов, которые могут локально поддержать котировки бренда, стоит отметить и так же, как и WTI. Приближение тропического шторма и далее к Флориде. Ну, я думаю, что, во-первых, это явление, которое краткосрочно оказывает поддержку ценам на нефть, потом этот эффект сходит на нефть. И при текущих условиях и тех новостях, которые мне удалось найти, мало шансов на то, что этот шторм перерастет в статус урагана. Поэтому я предлагаю сейчас не торопиться даже с краткосрочными спекуляциями, дождаться выхода данных по Китаю по состоянию промышленного сектора. Эта статистика уже будет опубликована в четверг, и после этого, друзья, действовать. Будут еще хорошие точки входа, мы ими обязательно воспользуемся. Были вопросы по поводу перспектив евро. 1,0835 текущей котировки. Можно сделать отсылку на то, что было сказано главой ЭЦБ Кристин Лагард на симпозиуме Джексон Ходи. В частности, она осталась предельно точна в своих формулировках и продолжила ту риторику, которую мы знаем в ее исполнении, что ставки должны остаться на довольно ограничительных уровнях, пока не удастся стабилизировать инфляцию поближе к целевому значению в 2%. Проблема в том, что в еврозоне сейчас индекс потребительских цен остается на отметке 5,5% базовой инфляции. Поэтому работу нужно проделать еще большую и много. Поэтому при развитии снижения индекса доллара, при таком фундаменте, который был озвучен со стороны главы Европейского центрального банка, я бы даже сказал, что у евро куда больше шансов снова улететь выше отметки 1,10, нежели продолжить развитие нисходящей динамики. Фунт против доллара все без изменений. Можно добавить комментарии заместителя главы Банка Англии Бена Бродбенда о том, что ставка действительно будет расти. Но вопрос, насколько, я надеюсь, что на 50 байсных пунктов скоро увидим, друзья. Потому что заседание состоится, по сути, через пару недель. Заседание Банка Англии. Доллар иена 146.39. Пока также не торопимся открывать позиции. Возможно, спекулятивные движения в ближайшие дни. Если удастся увидеть пару поближе к уровню 148, может быть еще локально выше. Тогда будем уже шортить. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.